Котенка Мэйн-Куна приобрели через интернет, а вскоре ветеринар рассказал о неприятном. В поведении котенка хозяйку что-то настораживало. Девушка понимала, так быть не должно. Светлана, любительница кошек породы Мэйн-Кун. Девушка давно хотела завести котенка. И вот она решилась. Она искала котенка в интернете, нашла питомник, который территориально находился недалеко от дома. С заводчиком Светлана общалась через электронную почту и сообщение в мессенджерах. Заочно она согласилась приобрести котенка. И вот мечта сбылась. Дома появился Мэйн-Кун, долгожданный шерстяной клубочек. Но вскоре Светлана понимает, что что-то не так, котенок не кушал. Светлана обратилась к ветеринару. Доктор рассказал хозяйке, котенку нет еще 12 недель. Заводчик уверял, что есть. Молочного малыша нельзя было разлучать с кошкой. Котенка нужно выкармливать и учить кушать самостоятельно. Ветеринар сомневался также, чистокровный ли это Мэйн-Кун. Светлана пыталась связаться с заводчиком, но безрезультатно. Это история поучительная. Она о том, что будущий хозяин должен быть уверен в заводчике, прежде чем брать котенка, нужно ознакомиться. Прежде чем взять котенка, нужно познакомиться с заводчиком. Увидеть котят и кошку, посмотреть на условия, в которых родились и подрастали малыши. И кого Светлане винить, как не саму себя. Но от котенка девушка...